Глава Якутии Айсен Николаев объявил 23-й год годом труда, основная задача которого повышение престижа человека труда. В течение года мы будем рассказывать о важных и нужных профессиях. Сегодня мы расскажем о работе врача-эпидемиолога. Подробнее в материале Лидии Гассенбалаевой. Врачи, учителя и спасатели входят в топ самых важных профессий для общества. Отдельным особняком стоят врачи и те, кто делает важную работу по повышению здоровья населения. Евгений после окончания школы поступил в Тихоокеанский государственный медицинский университет на эпидемиолога, где был одним из лучших студентов на курсе. После обучения решил остаться во Владивостоке и сейчас работает по специальности в Приморском центре микрохирургии глаза. Он поделился с нами особенностью своей профессии. Эпидемиология изучает, это наука, которая занимается профилактикой разных заболеваний, изучает его этиологию и в основном, конечно, это вопросы профилактики. В данной клинике я занимаюсь тем, чтобы не было внутрибольничных инфекционных заболеваний, соответственно, ну и чтобы, соответственно, все предписания наших санитарных норм Российской Федерации, все выполнялись. Кто из наших сотрудников не заболел, чтобы здесь у нас не было никаких, ну, соответственно, очагов внутрибольничных каких-то инфекций и так далее. То есть моя задача следить за обстановкой здоровья в нашей клинике среди, конечно же, коллег, сотрудников, ну и, соответственно, среди наших пациентов, чтобы сюда не попадали люди с высокей температурой и так далее. Работа очень ответственная и непростая. Для эффективной деятельности важен сплоченный коллектив. На работе коллеги отзываются о Евгении очень хорошо, выделяя его как компетентного и грамотного специалиста. Очень важна работа врача-эпидемиолога, который отвечает за санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри клиники, следит за чистотой и за качеством расходных материалов. Это очень важная и ответственная работа, которую нам Евгений Владимирович помогает выполнять. Помимо этих вопросов Евгений Владимирович активно занимается проблемами здоровья сотрудников. Выполняет весь свой служебный норматив отлично, поэтому прекрасный человек, отзывчивый, в любое время дня и ночи приходит на помощь. Кто хорошо работает, тот хорошо проводит свободное время. У Евгения есть свое хобби, которому он с удовольствием уделяет много времени. Предпочитает активный отдых и свежий воздух. Активный отдых с моей семьей, с моими друзьями по достопримечательностям Приморского края. Достопримечательности не те, которые находятся в городе, а которые природные достопримечательности. Это водопады, бухты, пляжи, которых в Приморском крае достаточно много. И туда, ну, не каждый турист иногда бывает добирается. Но так как я живу здесь, мы можем в любой сезон, зимой, летом, весной, приехать туда, посмотреть, погулять с детьми на природе. Вот больше всего, наверное, я люблю проводить время действительно с семьей на природе. Вот. Активный отдых. Больше ходить, дышать свежим воздухом. Решение многих проблем социального и экономического развития республики и страны в целом напрямую связано с отношением общества к человеку труда, чьими силами, опытом, знаниями и умением создается материальное благополучие людей. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова